Убейш-то шагус, убейш-то шагус, для меня твое, твоя, янгер идет. Убейш-то шагус, убейш-то шагус, все дружбы, я желаю, пролететь. 17 декабря в Алмалыкской городской школе номер 16 состоялся фестиваль, посвященный пяти важным инициативам, выдвинутым президентом Республики Узбекистан, направленным на всестороннее развитие молодежи, повышение ее духовности и организация содержательного досуга. Вместе мы – сила. Девиз был этого года. Наше сегодняшнее мероприятие посвящается итогу и отчетной работе за весь 2021 год. Весь год ребята трудились по направлению пяти инициатив, выдвинутых президентом нашей страны. Каждая инициатива сама по себе очень важная, очень нужная и привлекает огромное внимание участников. В первую очередь – это, конечно, участники наши учащиеся. Во вторую очередь – это руководители кружков, наши учителя, работающие в нашей школе. Собрав всю эту информацию и определив пути развития этих кружков, мы сегодня продемонстрировали, показали фестиваль. Фестиваль – это итоговая отчетная работа за весь год. 34 кружка по пяти инициативам у нас работают. В школе обучается 1459 учащихся. 80% из них вовлечены во все кружки по предметам и в творческие кружки, где они показывают свои умения, таланты, способности. И, конечно же, сегодня ребята все хотели показать свою работу. Отобрали лучшие образцы и приготовили вот такой калаш по деятельности наших учащихся. Как известно, по предложению президента Шевката Мерзиёева, в стране ведется работа по созданию дополнительных условий для воспитания и образования подрастающего поколения, которые предусматривают усиление интереса молодежи к музыке, изобразительному искусству, литературе, театру, охват молодежи спортом, создание необходимых условий для этого, организацию эффективного использования молодежью компьютерных технологий и интернета, повышение духовности молодежи и широкую пропаганду чтения, а также обеспечению занятости женщин путем обучения девушек различных профессий. Эти идеи были восприняты молодежью с большим интересом и нашли свое отражение в программе тематического фестиваля, в котором принял участие заместитель Хакима Алмалыка Сахипахмедов. Гостей в фестивале встречала выставка достижений учащихся школы номер 16. В ходе своеобразной экскурсии можно было ознакомиться с теми высокими результатами, которых добились учащиеся школы в предметных олимпиадах, в творческих конкурсах, в спортивных соревнованиях как областного, республиканского, так и международного уровня. В программе фестиваля ребята продемонстрировали свои знания, умения, навыки и, конечно, таланты в области литературы, музыки, искусства, спорта и ремесла. Меня зовут Ислам Леварошина, я учусь в 6-й классе. Еще я рисую, занимаюсь гимнастикой, еще танцую. У нас в школе проводится фестиваль «Пятый инициатив», и в этом деле у нас Мадзира Асамна вводит «Пятый инициатив». Мы делаем какие-то разные вещи, еще, еще, я сама шью, и мама, я шьет, платья, еще Мадзира Асамна мне помогает. Учебно-воспитательный процесс в школе номер 16 построен так, чтобы дать возможность каждому ученику проявить свои способности и таланты. В целях реализации программы всестороннего развития учащихся в школе действуют различные кружки по интересам и спортивные секции, систематически проводятся конкурсы, викторины, соревнования, фестивали. Особое внимание уделяется работе по освоению подрастающим поколениям компьютерных технологий и интернета. Преподаватели литературы и библиотекарь ведут системную работу по повышению духовности молодежи, широкой пропаганде чтения книг. На ближайшие годы мы составили «Эстабол Риджа» — это перспективный план развития на 5 лет. Конечно же, мы ставим там задачи привлечения большей части специалистов в области музыки, искусства, театра, изобразительного искусства, прикладных наук, робототехники, электроники. И когда специалисты будут вовлечены, то, естественно, детям будет поставлена задача. А как же мы можем еще больше занять наше время? Как же мы можем изобретать? Вот здесь уже, конечно, в 2022 году у нас будет уже идея немножко другая. Девиз будет «Я изобретатель, я учусь и научу другого». Вот под таким девизом мы будем работать на следующий год. Финальным аккордом фестиваля стал большой праздничный концерт. Учащиеся воспевали родную страну, исполняя песни и танцы народов нашей многонациональной республики. В стихах и в прозе с гордостью говорили о достижениях молодого независимого государства. Вот такая планомерная систематическая работа по реализации пяти инициатив по повышению духовности молодежи и организации ее содержательного досуга позволит открыть подрастающему поколению безграничные возможности для самовыражения, развития способностей и талантов, а также достижения поставленных целей в построении нового Узбекистана. Осуществилась та программа, которая была принята на 2021 год. Все школы получили музыкальные инструменты. Это подарок комбината. Мы получили спортинвентарь, мы получили книги, художественную литературу. Обогатилась наша библиотека, обогатился наш спортивный зал, где занимаются дети спортом. И, конечно же, музыкальные инструменты осуществили бы сегодня идею создание ученического оркестра. И этот оркестр был благодаря музыкальным инструментам, которые подарил нам комбинат. Огромное-огромное спасибо. Хочу отметить и сказать слова благодарности нашим учителям. Они вкладывают душу, сердце, свое умение, свое творчество. А это сейчас руководит не только работой нашей школы. Это основная черта любого гражданина нашей страны, потому что мы живем в новом Узбекистане. Именно в новом Узбекистане мы должны быть начинателями этого пути. Мы должны предводителями быть. За нами пойдут все. И если наша работа оценивается родителями, учащимися, общественностью нашего города, это означает, что мы не зря работаем, что вместе мы сила. И мы очень многого добьемся.